Отпускаем и смотрим, что оно выпадет. Скипнуть я не могу, значит что-то крутое. Мифик! Что, ребята, мифик выпал? А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робуксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получаете свои робуксы в течение пяти дней. Для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робуксы для всех. Ссылочку на сайт и телеграм-канал я оставлю в закреплённом комментарии. Переходите как можно быстрее. И всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Лат, и прямо сейчас мы находимся в игрушке под названием Pet Simulator Z в Роблоксе. Да, прямо сейчас мы находимся в Pet Simulator Z, и как вы видите, здесь у нас вышло новенькое обновление с новыми лаки-блоками. Что за лаки-блоки, в сегодняшнем видеоролике я тебе всё объясню. И вообще, в сегодняшнем видеоролике обещают быть очень интересным, поэтому, перед началом, если хочешь получить на свой аккаунт 1000 робуксов, то ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с своим ником в Дискорде, и все итоги будут на 1000 лайков. Поэтому прямо сейчас завози свой лайкусик, подписывайся на мой канал, участвуй в конкурсе, ну а мы начинаем! Вот мой подписчик попал в ролик, я тебя поздравляю, я тебе передаю привет, ну а мы, ребята, давайте уже будем начинать сам видеоролик. Так, да, 5 роликов у меня не выходило довольно-таки давно, я над этим извиняюсь, теперь я буду каждый день по 1-2 ролика 100% выпускать, и завтра, ребята, у меня будет ролик с ютюберами, поэтому завтра в 11.00 будет новый ролик с ютюберами, обязательно его не пропустите, он обещает быть очень интересным. Что же, смотри, прямо сейчас мы находимся в Path Simulator Z, и, как ты можешь заметить, здесь у нас добавили вот такие вот лаки-блоки. Что это за лаки-блоки? Эти лаки-блоки нашли в файлах игры Path Simulator X, и их решили добавить в Path Simulator Z. Да, всё довольно-таки сложно, но давай я тебе всё покажу. Так, здесь у нас что у нас здесь такое находится? Тэч-ховерборд? Давай тэч-ховерборд возьмём, потому что тэч-ховерборд очень классный. Вот как он выглядит, ребята, да. Как ты можешь заметить, здесь у нас вот такие вот лаки-блоки, и давай попробуем один из них сломать. Возьмём Huge Monkey, ломаем, и смотрим, что у нас с этого получится. Я апаю миллион рангов, и здесь у нас выпадает новенький... Вау, Пегас с короной, ребята, нам выпал. Пегас с короной он нам выпал, и, возможно, эти все питомцы будут у нас в новеньком обновлении. Так, вот это мы всё добываем, смотрим дальше, и у нас уже Корги с короной. Кстати, Корги довольно-таки прикольный питомец. Я имею в виду приориальную жизнь, довольно-таки классный пэт. Довольно-таки классное животное, потому что он... Ну, реально, Корги это, я считаю, самый-самый красивый пёсик в мире. Так, ладно, вот мы сломали ещё, и смотрим, что нам ещё раз выпало. Нам выпал пёсик Корги опять. Окей, может здесь будет какой-то хьюч пэт, что ли, там, например, хьюч, опять, кот с короной. То есть, поняли, ребята, с этих Лаки Блоков нам выпадают различные питомцы с коронами. Это очень сильно похоже, знаете, на какое обновление? Правильно? На обновление с Пасхой, потому что на Пасху мы тоже ломали Лаки Блоки, и нам выпадали различные питомчики. Кстати, нам выпало Рейнбоу, давайте посмотрим, сколько Рейнбоу. Рейнбоу 4 триллиона. Ну, кстати, это очень мало. Я не знаю, почему, если прям реально такая тема у нас будет в пэт-симуляторе настоящем, то это будет очень странно. Потому что, ну, как вы можете заметить, по 4 триллиона один питомчик, это очень мало. Кстати, у меня вроде как сломалась игра. Нет, всё, починился, всё хорошо. И смотрим, что нам выпадет. Нам выпадает опять Пегас. Да, ребят, нам, конечно, такое себе всё выпадает. Честно, я думал, выпадет там что-то поинтереснее. И вот, к примеру, да. О, я не могу скиптать, может что-то крутое выпало? Вау, ребята! Это у нас Лайтер Бет. То есть, что-то новенькое. И сколько у него силы? 6 триллионов обычный. 6 триллионов это обычный? Окей, давай посмотрим, может мы ещё что-то выбьем. Так, давай, ломайся, ломайся, ломайся. Здесь у нас, ага, кот с короной. Ну, короче, вы поняли, какие здесь питомчики могут выпадать. Я, конечно, не знаю точно, какие именно ещё. Потому что, вроде как, сливы есть. Но, ведь, понятия не имею, это те сливы или нет. Короче, смотри, прямо сейчас я захожу в Дискорд. И я тебе показываю, что это за сливы. Кстати, 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 кстати. Если ты хочешь, чтобы я оставил ссылочку, ссылочку на Pet Simulator Z в описании, то прямо сейчас оставляй комментарий. Вот прямо сейчас пускайся в комментарии. Пиши, дай нам ссылку. Вот, прямо сейчас дай нам ссылку. Вот это такое вот слово пиши в комментариях. И чем больше будет комментариев и лайков, и тем быстрее я выпущу ссылочку в описании, ребята. И быстрее нужно это всё писать, пока Pet Simulator Z не закрыли. Потому что больше всего, что его вот уже совсем-совсем скоро его закроют, ребята. И вот эти все лаки-блоки мы не сможем латать. Так, ломаем. И смотрим. Корги-корги-корн. Вот, понял. В принципе, вот так вот у нас, ребята, новенькое обновление будет в Pet Simulator. Я, конечно, думаю, что это такое себе. Ну, давайте я покажу сейчас все сливы, которые у нас будут, ребята, в Pet Simulator. Вот мы находимся в новостях Pet Simulator 3x. Их ты можешь заметить. Здесь у нас все питомчики с короны на голове. Вот такие вот. Это, наверное, все питомцы, которые будут у нас, ребята, в лаки-блоке. Вот это, наверное, будет мифик. Либо же легендарочка. Я пока что не знаю. И вот все виды лакоблоков. Кстати, синий, жёлтый и розовый. Пока что в игре мы могли видеть только... О, синий лаки-блок. Ребята, синий это уже что-то покруче. Так, всех пускаем. И смотрим, что оно выпадет. Скипнуть я не могу. Значит, что-то крутое. Мифик выпал. Мне выпал новый мифик. Сколько? 177 триллионов. Это, ребята, это круто. Это реально, ребята. А, это Рейнбоу выпал. А, еще и на Рейнбоу. Что? Ребята, какой лютый пэд мне выпал. Мне выпал Рейнбоу. Так еще и на Роялити. О, чуметь. Ну, только посмотрите на него. Какой он мощный. Ну, вот это мне уже нравится, ребята. Вот это мне реально уже нравится. Если реально такие шансы будут в самом пэд-симуляторе, то это просто шикарно. Давайте мы пройдемся дальше. Ну, кстати, яйца, что были у нас на Пасху, ребята. Ну, это все фигня. Мне это не нравится. Давай, давай, яйцо скипайся. Вот так. И нам выпал Эпик. Золотой Эпик. Это, конечно же, фигня. Это нас не интересует. Так, вот это мы все быстренько проходим. Проходим. Так, я хочу еще раз синее яйцо найти. Точнее, не синее яйцо, а синий, ребята, Лаки Блок. Желтый Лаки Блок есть, но вряд ли с ним что-то крутое выпадет. Ну, давай все-таки попробуем. Так, не могу скипнуть, значит, что-то крутое выпало, ребят. Эксклюзивочка, что... Ну, вряд ли такое в патсимуляторе, конечно, будет. Но, в принципе, только что мне выпал Мифик, ребята, при вас. Мне выпал новый Мифик. И я считаю, что это достойно лайка. Да, шанс на Мифика довольно-таки маленький. И нам выпал новенький Мифик. Поэтому обязательно прямо сейчас став свой лайкусик. И это очень-очень круто. Так, вот это мы все открываем, открываем, открываем. И, ладно, депортироваться в Фэнтези Шоп мы не будем. А на этом будем, наверное, уже потихонечку заканчивать. То есть, да, есть разные виды лайки-блоков. И из синих лайков-блоков мне выпал, ребята, Мифик на 178 триллионов еще на рояле. То есть, 300 триллионов с одного, ребят, с питомца. Это очень жестко. Очень круто, очень круто. Ладно, ребята, на этом мы уже потихонечку заканчиваем. Спасибо, я тебе говорю, что смотрю в видосик от начала и до самого конца. С вами был был я, Влад. Я желаю тебе хорошего смотрения. Удачки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok